Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это наушники от компании Adidas. Представление компании безусловно не нуждается. В первую очередь наушники интересны тем, что выполнены в таком неубиваемом, на мой взгляд, кейсе. И самое интересное, он выглядит, как будто он несколько лет полежал в кармане с ключами. Это сделано специально, на самом деле это важно, потому что действительно спортивные наушники, к ним повышенные требования. Здесь никак не написано, что у них какая-то сверх особая жесткость, но выглядит все очень крепко, очень круто. И я лично не побоюсь буквально бросить в спортивную сумку бокс с такими наушниками рядом с каким-то оборудованием. Они защищены очень хорошо, и вот эти вот полосочки сделаны специально, чтобы на них не было видно царапин. На самом деле зачетно. Мне-то вот эти все красивые боксы для наушников, ну, параллельно. В любом случае я таскаю обычные в кармане, когда холодно куртке, летом буквально в кармане джинсов кидаю. И вот этот кейс очень удобен. Он небольшой, он компактный, он прикольный. Единственное, стоит упомянуть, что я тестирую наушники шумоподавления. ANC в конце, это активное шумоподавление. Есть другие наушники от этого же производителя, от Adidas, но все-таки они выглядят по-другому и стоят поменьше, шумоподавления там нет. Мы же говорим вот именно об этих. ZNE-10 ANC. И сразу расскажу о качестве звучания, потом об шумоподавлении, об удобстве. Кстати, есть и приложение. В приложении можно выбрать степень шумоподавления, шумодавы активные и степень, наоборот, прозрачности. Это удобно, потому что, может быть, вам не нужно что-ли сильно шумоподавление или, наоборот, вы не хотите так явно слышать окружающие звуки. Это удобно. Вообще функционал достаточно высокий. Знаете, друзья, на самом деле я очень удивлен, потому что эквалайзерами я не пользуюсь лет, наверное, 10. Реально, вот эти эквалайзеры, знаете, вот эти режимы обычно пресситы сейчас. Рок, поп-музыка и так далее. Здесь же по умолчанию, если поставить, играет неплохо, но если поставить режим рок, то, соответственно, высокие частоты чуть приподнимаются, среди, ну, практически все. Играет поинтереснее. Характер звучания, учитывая, что это наушники спортивные, в них есть базовая защита от пота, от воды, не путать с полноценной, то есть нельзя с этими наушниками плавать. Это все-таки немножко другое. Но все-таки компания спортивная, поэтому этому внимание уделяет. Учитывая, что это спортивные наушники, звук я охарактеризую просто, это басистые, хороший бас, хорошие средние достаточно частоты, это за голос отвечающий. И высоких мне немножко не хватает. Вот самую малость. Еще бы немножко приподнять, эквалайзер тут не поможет, но это чисто субъективщина. Все люди разные. На самом деле, в таких наушниках хорошо слушать современную музыку, различные танцевальные, да все что угодно. Может быть, даже вполне можно послушать какой-то рок, что-нибудь такое динамичное. На мой взгляд, идеально. Ну, как раз, собственно, такую музыку люди, конечно, разные, но с трудом представляют, что кто-то на беговой дорожке будет слушать какую-то там утонченную классику или скрипку. Хотя все люди разные. Я, например, когда занимаюсь, у меня действительно в ушах что-то должно бухать и не сильно напрягать. Наоборот, отвлекать, вовлекать быстрее, выше, сильнее, как говорится. Для этого подходит идеально. Запас по громкости также нормальный. Обычно в фитнес-центрах, где люди занимаются, там все-таки музыка тоже достаточно громкая. Включайте шумоподавление и слушайте ту музыку, которую хотите слушать вы. При этом я не могу сказать, что шумодав даже на полноценной, на 100% настройках работает так сильно. Шум метро до конца он не убирает. Идеально такие наушники. Это гул самолета, особенно если длительный перелет. Вот я в Вьетнам летал там, по-моему, 11 часов. Вот такие наушники, в таких ситуациях, или шум поезда. Вот низкочастотный фоновый шум, шум стройки, шум торгового центра гул. Любые наушники с активным шумоподавлением замечательно убирают. В метро, да, безусловно, с ними лучше, чем без шумоподавления, но до конца в метро эти наушники не уберут. Как пример, метро это, ну, просто там, по-моему, до 100 децибел гроха. В любом случае, шумодав работает, и это прекрасно. Сами наушники сделаны с небольшой ножкой. Она здесь выполняет, на мой взгляд, больше функцию для того, чтобы наушники были более усидчивы, если можно так выразиться, в ушах. Потому что я попробовал с ними двигаться, с ними можно бегать, они особо не мешают. Притом, сами чашки не такие большие, ну, по крайней мере, мне в ушах они не ощущаются, даже спустя какое-то длительное время, там, полчаса, час, грубо говоря. По крайней мере, все хорошо. Сами они сделаны в том же стиле, что и бокс, то есть, специально сделано такое покрытие. Мне кажется, эти наушники тоже хорошо защищены. Опять же, их не стоит, конечно, бросать в сумку, там, со своим обмундированием или куда-то в карман, но выглядит интересно. Все-таки постарались они над дизайном, поработали. Время работы. До четырех с половиной часов работают наушники. После этого можно еще несколько раз зарядить в кейсе. Всего время работы, учитывая зарядку от кейса, может составлять 20 часов. Заряжается, что важно, конечно, интересно, не только через USB Type-C. В комплекте есть и кабель USB Type-C, и есть еще две пары сменных амбушюр, всего три. И, что здорово, есть беспроводная зарядка. То есть, если у вас телефон с обратной зарядкой, вы можете от своего телефона зарядить ваши наушники. Ну и, конечно, от любой зарядной док-станции Standard 1, формата Qi называется. То есть, любая беспроводная зарядка, бокс, зарядите без проблем. Поддерживается не только базовый SBC кодек, но и, естественно, AAC или AC, по-разному ему называют. Это важно, потому что с помощью этого кодека звучание будет лучше, чем базовое, безусловно. Сами наушники легкие, компактные, звук, подводим тогда итоги, преобладают. На мой лично слух все люди разные. Это средние и низкие частоты. А на мой, опять же, личный взгляд идеально подходят под подавляющее большинство музыкальных стилей, под основную танцевальную музыку, в ушах сидят хорошо, по крайней мере, в моей не вываливаются. С ними можно бегать, можно чем-то заниматься. Интересное решение от компании Adidas. В минусах, я стараюсь обычно плюсы, минусы. Друзья, я, честно говоря, не знаю. Может быть, хотелось бы побольше времени работы. Может быть, бокс, чтобы больше заряжал. Но тут 20 часов, это такой чуть выше среднего показателя. Нормально. Сколько стоят такие наушники? Посмотрите по ссылке под этим видео. И напоследок еще упомяну, мне понравилось, как производитель поступил с упаковкой. Как кроссовки, они заворачивают свою бумагу. Здесь то же самое. Разворачиваешь и как будто подарок открываешь. Прикольно, на самом деле. В этом плане они тоже выделились. Если кто-то пользуется такими наушниками от компании Adidas, отпишите свой короткий отзыв в виде комментария под этим видео. Здесь, на YouTube-канале или на Zen-канале Artstyle. Это зеркало канала, там все то же самое. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Последнее. И вы иногда правильно пишете. А почему не рассказываешь, как по ним говорить в качестве гарнитур? На самом деле, конечно же, мы проверили. Слышно нормально. Может быть, чуть-чуть как-то казалось не глуховато. Опять же, высоких частот не хватает. Но это, похоже, особенность наушников. Но слышно очень хорошо собеседника. И я слышу, и меня слышат. Проблем никаких нет. В общем-то, на этом все. Счастливо, друзья.